Дорогие мои везунчики, рада приветствовать вас на канале Интелемастерс. Вы просите меня больше вдохновляющих болталок на разные темы снимать. И вот сейчас я решила отвлечься от сшивания квадратов из бомбулина для топа с бахромой в стиле боха горчичных. Всегда стараюсь отвлекаться в течение дня. Так, у меня для вас важное объявление. Сегодня будет вечером прямой эфир. Продолжим тему цветотипов, но еще о чем-нибудь поболтаем, поэтому обязательно заходите на огонек и как раз уже будем разговаривать о самих оттенках, которые идут к вашему цветотипу. Перескочим на следующую тему. Я показывала вам в телеграм полностью, поэтому обязательно подписывайтесь. Шикарнючие минималистичные, красивые модели именно для пряжи Таити. Вот этот цвет я выбрала его для следующей модели. Первую модель, которую собираюсь вязать. Сейчас у меня много процессов, но она такая простая, что дочке мне очень нравятся яркие цвета. Я надеюсь, она мне поможет. Дочка у меня вяжет крючком, что-то несложное. И скорее всего это будет платье. Ну, посмотрим, топ или платье. Вот из-за этого оттенка персиково-манжентовые переливы. Иногда такое бывает, когда вы покупаете эту прелесть. К сожалению, многие цвета снимаются. Я боюсь, эту линейку вообще снимут, потому что она, наверное, очень трудоемкая и уникальная. Поэтому, если вам нравятся какие-то оттенки, спешите. Например, оттенок Багамы, по-моему, сейчас нет в наличии, но зато другие есть. Я вам сейчас покажу. Вот эти персиково-розовые закаты, ну, это что-то невообразимое. Поэтому я буду вязать из этого оттенка. Это цвет 7690 пряжа. Я вам, почему я всегда нахваливаю, потому что она действительно очень практичная. Это не мерсеризованный хлопок, тонкий и и настолько благодатные длиннющие градиенты. Есть моноцвета. Здесь у меня, кстати, чудесный оливковый оттеночек. Это мои залежи. Вот я сейчас их распаковала и смотрю, что же 70-й цвет. Есть моноцвета, есть длинные-длинные градиенты в основном, а есть пёстренькие. Ну вот пёстренькие, именно как вот этот сам топ, видите, у меня вот этого цвета есть целая упаковка. Из моих запасов прошлогодних пёстренькие снимают, есть моноцвета, есть вот эти красивые длинные градиенты. Начну с моделей. Модели эти вяжутся бабушкиным квадратом и еще спицами есть модель Энтерилак. Энтерилак у меня есть плейлист, поэтому все способы, практически все основы Энтерилака изучайте. Тоже вернемся к нему, будем вязать и покажу вам немножко в живую другие цвета. Абсолютнейший хит это 7691. Здесь есть малюсенький процент. Вот видны растяжки, они очень-очень длинные. 99 хлопок и 1 полиэстер. 1% для того, чтобы форму ниточка держала хорошо. Идеальнейшая пряжа для крючка, естественно, за счет своего метража, но и в спицах. Если вы любите вязать спицами от двойки до тройки, прям резинку на двойке можно, а на тройке и само изделие. Это для вас. Практичные вещи. Они не будут занимать, как у меня, например, проблема. Вязаные вещи в шкафу, как правило, объемные. Это будут маленькие невесомые изделия, которые вы с удовольствием будете с собой брать в поездке. Так, здесь у нас были мятно-синие переходы. Более бирюзовая история. Это оттенок 07652. Да, я вам начала рассказывать. Иногда, кому приезжает Таити, пишут, что вы мне разные положили. Вот сгоряча пишут, клубочки. Просто они могут выглядеть очень по-разному, потому что с разных мест начинаются. В таком художественном стиле вся эта пряжа. Для тех, кто любит акварель, импрессионизм. И вы не волнуйтесь по поводу соединения, потому что такие сложные, такие длинные переходы вы можете вязать с любого места, как хотите. Вот как у вас просто интуиция вам подскажет, и вы не промахнетесь. Это вам не турецкая пряжа. И эти нежнейшие переходы, переливы, едва заметные, многогранные, они достигнуты именно окрашиванием. Представляете, какая сложная технология. Так, вот здесь очень интересно. Здесь немножко лайма и синяя болотная гамма. Интересный, сложный оттенок. Так, я бы сказала, что он подойдет. Цветотипу зима, уже ближе к теме нашего эфира сегодняшнего. Это 7607. Так, вот из этого цвета, кстати, я вспомнила, у меня есть ток на бретельках. Очень милый, с нежным простым узором, как кораблики получаются. Посмотрите. Того цвета, из которого туника пляжная, крючком сейчас у меня не осталось моих запасов. Вот это прелесть, бесконечная. Бесконечная прелесть. Какой цвет красивый. Так, 07646. Раскраните, какие здесь переходы. Боже мой. То есть, что это такое? Это тауп. Это тот же цвет, просто еще на другом месте перехода. Вот он начинается. Это таупсы сливовым, сливовым, таким чувственно-розовым, темно-розовым цветом. Потрясающий, потрясающий оттенок. Вот это тоже он. Видите, как клубочки по-разному выглядят. Так, какие у меня еще есть цвета. Мои заначки. Есть чудесный, воодушевляющий коралл. Вот для этой же модели, которую я вам показала. Но коралл меланжевый. И здесь, как вы видите, это одна из немногих. А, по-моему, все это снято с производства. Вот чуть-чуть остатки есть. Буквально, наверное. Больше этой пряжи не будет. Это меланж. Это не длинный переход, но меланж тоже очень нежный. Смысла нет показывать этот оттенок. 07621. Так, в общем, все цвета я вам показала. Так, я думала, у меня больше. А, есть еще вот моноцвет. Но он того стоит. Нежнейший персик. Благородный, нежный. Красиво для загара, для всех цветотипов. Вот я мягкое лето подзагорелое тоже мне будет очень-очень идти. Для осени подойдет. Особенно для не радикально темной осени, которые иногда сомневаются, осень или зима, девушки. А подойдет для всех переходных типов. Золотинка для весны, естественно. И для темной, и для светлой весны. В общем, прекрасный. Это просто моноцвет. 34-й. Ну, все. Немножко поделилась с вами своими мечтами, планами. Расскажу, может быть, такой мастер-класс. Сниму, расскажу принцип, да, как все связать, по размерам как определиться. И тоже я с дочкой сейчас полечу. И возьмем с собой дочку у меня. Она такая, как сядет, как сосредоточится. В общем, вся в маму. И должна тоже выдать быстрый результат. Немножко с вами поболтали, как вам такой формат. А я сейчас попью чаю зеленого с персиком, между прочим. Чай у меня зеленый с персиком. И продолжу. Продолжу резать бахрому. Вы знаете, так жалко бомбулина резать. У меня вот эти моточки. Ну, три точно придется нам бахрому порезать. Ничего страшного, топ того стоит. А бахрому я очень-очень люблю. Так, ссылки на Таити я оставлю. Подписывайтесь, Телеграм, потому что там всю коллекцию вы увидите. Она вся простая, в принципе, опытные вязачицы. Они по картинке прекрасно все увидят, как что связано. А мы с вами увидимся вечером в прямом эфире. Целую вас, обнимаю. Пока-пока. Какая же прелесть. Цвет, который выбрала я. А вы говорите вдохновение, выгорание. Какое может быть выгорание, когда вот такое в руках. Особенно упаковки меня подоражат. Упаковочка лежала, откроешь. И все, праздник, праздник в душе. Несмотря на наши сложные времена. Пока, во всяком случае, жизнь идет и продолжается. Посмотрите, какие переходы. Как это все здорово. Что ж такое, вышло солнце. Сейчас опять гроза собирается. И уже не так хорошо видно. Но успела вам зато снять. Так, забыла сказать. Мы устраивали голосование. Не все видят картинки на YouTube. Поэтому еще раз напоминаю, подписывайтесь на Телеграм. Вот эта простая моделька спицами на круглой кокеточке я получила большинство голосов. Тоже буду вязать. Она прелестная футболочка. Удлиненная. Милота полнейшая. Наслаждение. Наслаждение. Пряжей таите. Как хорошо спицами выглядит. И Энтрилак. Энтрилак. Простой. Тоже есть у меня плейлист. Смотрите, вяжите. Вот такую модельку вы и сами осилите, конечно же. Но если вас что-то интересует, комментируйте. Еще больше. Вся коллекция в моем Телеграм-канале. Поэтому любуйтесь. Простые, современные модели. Яркие. По-летнему. Заряжающие. Настроением. И вообще что-то. Немножко на мотивы тянет меня очень сильно. Как вы уже заметили. Многим понравилась вот эта прелесть. Из простейших мотивов треугольниками. Достойное внимание. Удобный будет топ. Практичный. И еще одну штучку хочу вам показать. Многие не знают, как этот принцип. А этот принцип-то мы с вами уже вязали. Из Махер Дрим, по-моему. Тоже от Шехенмайер. Жилеточку. Принцип схемы есть у меня на канале. Как вот такие укороченные ряды. Вязать именно. Только у нас там еще посложнее. Еще добавлен какой-то узор. Помимо филейных клеточек. Так что жду ваших комментариев.